Попробую, попытаюсь объяснить. Для кого-то, наверное, это будет оправдание, я просто объясняю. Это было не просто смело, это было пиздец, как смело. Мы любим вот такие формы, форматы. О, инфератор! Это был сарказм большой. Сказать такое, я считаю, это суперкруто. Кстати, я к ним хорошо отношусь ко всем. Они реально, ребята хорошие. Это не так устроено, они там в космосе где-то. Я его чморил. И вообще ничего никогда не сказал, ваш герой. Вообще, блядь, никогда, и он ничего никогда не сказал. И сейчас молчит. Понимаешь? Ваш герой, чё ж он молчит-то? Чё он сказал? Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Жопу лишнюю. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. И что, в принципе, в моей фразе, в моей фразе есть много логики, если по ней хорошо подумать. Можно мечтать. И я с вами вместе мечтаю. Ну, давайте мечтать. А можно быть реалистом. А реалистично это никогда не будет. Ну, ты понимаешь, я никого не хочу осуждать. Потому что кто-то намеренно избегает, кому-то это неинтересно. Вот мне неинтересно. У них какое-то чинопочитание там, какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Я это не понимаю. Мне это неинтересно. Вот мне лично это неинтересно, за других сказать не могу. Круто. Это же круто. Да это же круто. Какие у нас классные ребята работают. Виноваты ли мы? Да, конечно, мы все виноваты в этом пиздеце. Все мы виноваты в этом пиздеце. Я реально прихерел. Это, конечно, печально. Это печально. Ну, в общем-то, да. Ну, как это происходит, я не понимаю. У кого-то это щелкает, а у кого-то это не щелкает. Мы его отметили. Я проснулся утром. Если честно, я день первый ничего не понимал. Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я думал, это просто что-то какая-то там, ну, знаешь. Я не очень понял контейн. Что-то был занят еще в этом. Ну, мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Как бы потому что я не мог в это поверить до сих пор. Я, кстати, до сих пор как-то не очень в это верю. Ну, что это за пиздец такой? Ну, как это может быть в 21 веке? Мне не надо никаких миллиардов. Я ничего не хочу. Я не хочу это видеть. Я хочу про это сказать всем. Понимаешь, это моя позиция. Я посчитал, что правильным умереть с хорошей кармой, потому что, ну, мы все умрем. Хочется умереть достойно. И чтоб тебя семья вспоминала. И дети тобой гордились. А если же надо, наш папа ссыкун, блядь. Язык в шопу засунул. Там список широкий. Они меня всунули, не разобравшись к твоей есть. Но я уверен, что они разберутся. Они нормальные люди. Они разбираются. Они разберутся. Пройдет год, два, три. Они все равно меня оттуда выведут. Потому что я там совершенно незаслуженно. Я никогда не коллаборировал, не состоял, что называется, не участвовал, ничего. Они меня вели туда случайно. Они сделали ошибку. Ну, вы можете так считать. Молодцы. Посмотрим. Но парадоксальным образом это то, что спасает мою жизнь. Понимаешь, такой инь-янь. То есть, понимаешь, ты должен страдать. И тогда вроде как... Ну, понимаешь, да? Когда все это началось, я сразу понял, что будет плохо. Я не высказаться не могу. Я должен высказаться. Мэ, что ты сейчас сказал, тебе хорошо, а вот нам будет плохо. Окей, ребята, окей, я молчу, я молчу. Мы сейчас все сами в шоке. Они, кстати, все сами в шоке, во-первых. Все в шоке. И все... Там пассаж интересный. Я говорю, Миш, мне похуй. Я так чувствую. Я не могу молчать. Я не могу молчать. Понимаешь? Ну, вот какая разница? Ну, вот какая разница? Я не хочу с этим говном жить просто. Я хочу забыть и все. Понимаешь? Молодец. Копейки. Совершенные копейки. Я сказал, окей, переводите. И они мне наслежение платили. И все. Это все была сделка. И там в контексте, видишь, как вырвано. Хотя, кстати, я был не пьян. Я был пьяный, кстати. Я выпил вина тогда когда-то. Я просто написал, сразу напился. И я был бухой, когда отвечал. Будут за ним как-то так вот пытаться присматривать. Если Бог даст, то я буду жив. Вот. И так далее, так далее. Но все-таки мое детище. 15 лет их не выкинешь. Да я слушаю. Я про это. Я вот реально не парюсь про деньги. Я понимаю, что это так звучит бахвально. Ну, да похеру. Я с ним вел переговоры вот так. Я не понимал, я выживу, не выживу. Что жалеть-то? Ну, жалел, жалел, там сказать. Это деньги. Всего лишь деньги. Я про себя подумал. А теперь скажу вслух. Вот нахуя тебе полтора миллиарда, если у тебя уже есть 20? Нахуя тебе эти полтора миллиарда? Ты понимаешь? Вот зачем ему полтора миллиарда? Чтобы что? Я этого не понимаю. Ты для многих являешься такой ролевой моделью, кумиром. И поэтому твои слова, это было очень мощно сказано. Они говорят, это в контексте. Они, блядь, это стрёмное заявление от чувака от этого. Понимаешь? Потому что он как бы, ну, авторитет для этих людей. Великая компания, великий предприниматель. Это то, за что он будет гореть в аду. То есть, я не понимаю, как вот у тебя сейчас. И чё? Чё ты вот этим добился? Ну, это их выбор. И я не могу на них, их осуждать. Ну, хотя осуждаю. Ну, так. Не глубинно, но осуждаю. Все порадовались. Ну, наконец-то эти суки страдают. Им всем пофигу. Они там эмпатии это не вызовут. Какой-то классный. Я вот такого знаю, понимаешь? Ну, я не могу от него отрекаться. Ну, чё вы от меня хотите? Он не мудак. Он хороший человек. Я его знаю как хорошего человека. Подруга моя. Он так бросил камушек в нас. Ну, заслуженно. Вам уже похуй. Ты совершил страшное преступление. Ты должен сидеть в тюрьме. И я от всего своего сердца желаю тебе здоровья и выжить. Блядь, я заплакал. Это правосудие. Я, если честно, я обрадовался. Я сказал, вот же суки, вот получите. Есть грех. Обрадовался. Не по-христиански это было. Ну, в общем и целом, я был рад. И наш пацан сказал, ну, в принципе, прав или не прав, и я великий грешник. Господи, спаси меня и помилуй. Дай Бог не умереть без грехов. Попробую успеть причаститься и исповедоваться перед смертью. Я великий грешник. На этом я бы хотел закончить интервью. Я великий грешник и у всех прошу прощения. Простите меня все.